Реформа прокуратуры, борьба с коррупцией и отмыванием денег. Об этом говорили в Швейцарии генеральный прокурор Украины Виктор Пшенко с федеральным прокурором страны и прокурором кантона Женева. Речь шла и о возврате денег, которые незаконно вывезли из Украины экс-премьеры Павел Лазаренко и Юлия Тимошенко. Это относится и к деньгам, которые причастны деятельности Тимошенко, Эдаргетические системы Украины, другие фирмы, которые были созданы. Я думаю, что швейцарские коллеги помогут нам, чтобы найти эти деньги, они через материалы уголовных дел известны, и возвратить их в Украину. А вот то, что вы сейчас услышите от генпрокурора, касается не только Тимошенко и Лазаренко, но и всех чиновников, рискующих идти по их стопам. Те, которые считают, что для них принято избирательное право, что они незаконно привлекаются к уголовной ответственности, то вот как раз эта история, обращение в европейские суды, свидетельствует о том, что есть другая история, что обыкновенные чиновники, и тот же экс-премьер Лазаренко, с которым не повезло в своей экономической деятельности Украины в свое время. И вокруг него тоже Тимошенко и другие чиновники. Они просто чиновники. Чиновники, державные чиновники, которые стали на путь совершения экономических преступлений. Напомню, в начале ноября Министерство доходов и сборов Украины инициировало судебные процессы в США и Швейцарии по этому вопросу. Швейцарцы пообещали помочь. Кстати, в Европе срок давности за отмывание денег в два раза больше, чем в Украине в среднем 25-30 лет. Продолжение следует...